В Москве презентовали альманах Михаил Тверской «Путь домой». Событие прошло в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», приуроченного к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. В этом году фестиваль «Красная площадь» прошел под эгидой года театра. Тверская область по приглашению Ассоциации книгоиздателей России впервые приняла участие такой большой командой. Издатели, писатели, художники, журналисты, библиотекари региона – все приняли участие в главном событии года. В программе мероприятия, приуроченного ко дню рождения Александра Пушкина, главной звездой стала актриса Большого драматического театра Светлана Крючкова. И вся «Красная площадь» замерев, слушала стихи великого русского поэта. От финских хладных скал до пламенной колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. На Красной площади на стендах были представлены книги издательства региона, путеводители, художественная и детская литература, книги по истории и культуре, литература духовного содержания. Именно здесь и прошла презентация альманаха о жизни князя Михаила Тверского. К сожалению, имя Михаила Тверского очень долго было стерто из нашей истории, забыто. А это первый князь, которого назвали великим князем всея Руси. Первый человек, который еще за 75 до Куликовского сражения выиграл на Бартеневом поле битву с монголо-татарами. Можно перечислять, в чем он был. Первый очень много, но погиб он как отечестволюбец. Книга была издана в год 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия представления его супруги Анны Кашинской. Она рассказывает об истории жизни и подвига святого благоверного князя. В создании альманаха принимали участие ученые, культурологи, искусствоведы, фотографы, художники, педагоги, журналисты, студенты, волонтеры из России и зарубежных стран, из Грузии, Литвии, Азбекистана, Финляндии, Грузии и 17 регионов России. Иллюстрации к различным разделам, созданные юными художниками Тверской застудии «Соцветия». Кроме того, в программе фестиваля были и другие мероприятия, знакомившие москвичей и гостей столицы с Верхневолжьем. В том числе виртуальная экскурсия на Красной площади «Гуляем по Твери» и презентация книги «Я гуляю по Твери» для тех, кто хочет познакомиться с городом и не знает, с чего начать. А также встреча с тверскими писателями.